Всем привет, друзья! Сегодня я вас попросил под этой фотографией написать свои вопросы и сегодня, естественно, на них отвечу. Тут довольно много вопросов, 106 штук получилось. Я на многие из них отвечал, но я быстренько попробую пробежаться по самым интересным и как-то вкратце на все ответить. Первый вопрос. Во сколько лет ты начал заниматься спортом? В 14 лет я занимался дома, качал пресс, подтягивался, отжимался, пока смотрел телевизор, была реклама, я все это делал. Постоянно на каждой рекламе я бомбил, у меня прям азарт такой был. Сколько зарабатываешь на YouTube? На YouTube я довольно мало зарабатываю, то есть, если ты имеешь в виду прям с партнерки, то там, наверное, от 150 долларов до 350, где-то вот так. А другие источники дохода по-разному абсолютно с сайта, там, не знаю, с реферальной ссылки от MyProtein и так далее. Ну, там по-разному каждый месяц, я даже цифру не могу сказать, потому что варьируется очень сильно. Быстро ли наберешь на турнике, брусьях и отжиманиях с весом? Сложно сказать насчет быстро, быстро вообще никто не набирает. Быстро набирают только эндоморфы и, блин, я не знаю. Если ты эндоморф, то ты в любом случае будешь быстро набирать и жир, и мышцы, и так далее. Но если ты эктоморф, то ты не будешь набирать нифига их, что в зале, что где угодно, блин. У тебя очень медленно будет расти мышечная масса, да и жировая тоже медленно. Поэтому, да идите в зал, просто набирайте, это самое лучшее место. Почему? Потому что там много тренажеров, и, естественно, больше как бы у вас возможностей накачать мышцы, прокачать все мышцы. А на турнике, на брусьях ты не можешь накачать ноги, например. Вот так вот. Сколько сантиметров в банке? Сегодня мы с Мерием, тут вопрос где-то такой был. Зарубитесь по полной с Вайтенко, вы два блогера, которых я смотрю. Спасибо, братан. С Вайтенко зарубимся в конце апреля, я поеду, уже договорились. Созвонимся с Игорем и встретимся. Слушай, Арчи, я заболел. Как быстро выздоровеешь и как неослабный? Что нужно делать? На самом деле, когда заболеваешь, это очень как-то фигово, особенно когда качаешься, и у тебя мышечная масса хорошая, ты ее очень быстро сливаешь, когда болеешь, потому что кушать не хочется и все такое. Но это можно превзойти тем, что через силу просто есть. Это сложно, я знаю. Но также можно, например, гейнер пить, протеин пить, потому что выпить-то гораздо легче за секунду, а есть приходится по 15 минут, по 20, особенно когда не хочешь, и тебе приходится запихивать. Поэтому пей гейнер, протеин, просто замещай обычную еду спортивными добавками. Ну и, естественно, не забывай есть по чуть-чуть. То есть, брат, я не первый спрашиваю это, но как ты накачал такие бицепсы? Уверен, этот вопрос интересует многих. Как я накачал такие бицепсы? Я качал в основном подтягивания, обратным хватом, прямым хватом, то есть все виды подтягиваний. До сих пор подтягиваюсь. Как вы знаете, я качаюсь больше, занимаюсь больше воркаутом, чем в зале. То есть, я не делаю в основном там всякие жимы, там приседы и так далее. Если я хожу даже в зал, я делаю подтягивания, отжимания на брусьях с дополнительным весом и так далее. То есть, вот на этом я и качаю бицепсы. Подтягивания любые, и обратным хватом, и прямым хватом они качают. Если вы делаете с дополнительным весом, увеличивая постоянно нагрузку, то они по-любому будут расти, как и ваша спина, потому что это базовое упражнение, и оно развивает много мышц. Расскажи о себе, когда ты был подростком, твой вес, рост, как часто тренировался. Когда я был подростком, я очень-очень дрыщавым был. Я не знаю, где-то, но, наверное, вес 45-47 кг был при росте, наверное, ну, 170-175, где-то вот так. Вот я был просто писец какой дрыщавый. Я вот маленький был дрыщавый, и подросток дрыщавый, и, в принципе, сейчас дрыщавый. Ну, чистый эктоморф, короче, масса не росла тогда, и сейчас не растет, и так далее. Я не уверен, что я больше 75 кг смогу набрать хоть как, если только стероиды там употреблять, и тогда, возможно, попрет. Почему Тина постоянно у тебя дома? Она тут иногда очень редко бывает. Твои планы на будущее? Планируешь ли переезжать куда-нибудь? Пока что нет. Почему ты не учишь трюки в воркауте? Ну, я больше по силовым упражнениям. Подтягивания, отжимания на бросах мне это больше нравится. Потому что трюки, ну а что, кости выворачивать, суставы выворачивать, мне это не нравится. Любишь фотошопить или монтажить? Я люблю, ну, в принципе, знаете, если воспринимать это как досуг, когда нечего делать, ты можешь и помонтировать, ты можешь и пофотошопить. В принципе, это классно и интересно. А когда очень много дел, то стараешься очень быстро все делать, и как-то не особо под кайф. Измерь бицуху на видео. Ну, что, измерим на видео бицуху? Мы мерили с Саньком, у меня где-то 38,5 было. У Санька было около 37 вроде бы. Или что-то такое, я не помню точно. Смотрите, давайте посмотрим. Да, 38, как раз 38,5. Блин, вы не видите же. Вам видно? 38,5 получается. Где вот эта фигня? Вот она. 38,5 у меня битка. Это на холодную. На горячую где-то будет, наверное, 39, может, капельку побольше. Не знаю точно. Так, следующий вопрос. Каково твои жизненные цели в сфере денег и так далее? В сфере денег, если считать, то я на этот год поставил цель такую заработать 25 тысяч евро. На этот год поставил такую цель. Не знаю, насколько это возможно, но будем стараться работать. Но видите, я каждый день видосы выставляю. Стараюсь. Пашу как конь без передыха. Будут ли еще зарубы с воркаутерами? Конечно, будут. С Войтенко будет. Не знаю, что хочет Влад Ис снять. Посмотрим. Я не уверен, что есть смысл какой-то с ним зарубу делать. Но что-нибудь интересное тоже снимем. Что ты думаешь о многоповторке от Папа Смит? Никогда я его не смотрел. Не знаю, что у него за многоповторка. Со скольки лет можно заниматься воркаутом? И с чего начать? Да, в принципе, там лет с 13 можно по-любому, потому что это никак не вредит. Это, наоборот, растягивает позвоночник. Будет хорошо расти. Укрепит ваши связки, мышцы и так далее. Прикольная штука. Занимайтесь. Но не делайте вертикальную нагрузку. Чтоб на спину, на позвоночник вам не давило. Твое любимое упражнение и твое нелюбимое. Мое любимое упражнение, я думаю, 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 это подтягивание по-любому. Подтягивание. Подтягивание – мое любимое упражнение. Без веса, либо с весом, не важно. Подтягиваться мне нравится. И мое нелюбимое. Мое нелюбимое приседание, наверное, потому что постоянно как приседаешь, идешь домой как прокаженный какой-то. Мне это не нравится. Что подтолкнуло тебя снимать видео в Ютубе? Бедность. Бедность. У нас в городе тут никак не найти работу было вообще. Я работал официантом сначала и получал очень маленькую зарплату и через месяц уволился, короче. Работал по 12-14 часов. Получил зарплату 220 евро вроде бы. То есть это пипец. Для Эстонии это вообще не зарплата. И уволился через месяц, потому что с такой зарплатой невозможно было. Ну и естественно, потом работу опять не найти было. Я, кстати, в Арифлейме работал. Этого никто не знает. Это эксклюзив, ребята. Я работал в Арифлейме. За три месяца я там был самым активным участником. Я привел 54 человека за три месяца. Это дофига на самом деле. То есть там нужно было приводить не как бы не по улице ходить там и приглашать, а нужно было в интернете. Я сидел по 6 часов в день и фигарил всем сообщения. Давайте приходите там в Арифлейме. И надо было их подписать. То есть когда ты подписываешь человека, они встают под тебя. И это получается типа как пирамида. Ты получаешь больше денег. Но на самом деле за три месяца я заработал там 6 евро, наверное. То есть и я от этого отъехал. Я на самом деле люблю всего добиваться очень сильно. Если я за что-то берусь, то я обязательно добиваюсь. Но в Арифлейме не в этом смысле, ребят. Если вы хотите вот какие-то мысли есть у вас, пойти в какую-то пирамиду, просто сразу же их откидывайте, эти мысли. И лучше идите работать куда-то на нормальную работу. Потому что пирамиды это жесть. Как питаться подростку? Как питаться подростку? Вы можете купить программу. Вот как раз мы выпустили программу для новичков. Если ты новичок, то можешь зайти на сайт archimoris.com. Купить программу. Там будет и программа тренировок, и программа питания. Либо если ты уже не новичок, то там есть программы и мощные для уже подготовленных ребят. Тоже там есть и тренировки, и питание. Поэтому заходи, покупай, и все будешь знать идеально. Потому что в питании там очень круто. Там не просто питание составлено, а там даны очень множество советов огромных, которые вы сможете использовать в будущем и сами себе составлять питание. То есть все секреты раскрыты. Все это очень круто. Почему Никитка у тебя дома? Почему ее зовут Никита? Она же девушка. Да это прикол просто. Я прикольнулся. Тут у меня тоже знакомый был маленький, там лет 5, наверное, 6 пацанов. Либо 7, не знаю сколько. Короче, мелкий тут приходил. И вот Никитка тоже звать. И я... Ее Тина зовут на самом деле. Я ее тоже Никитка начал называть. Ну, по приколу, чтобы это вызвало какой-то резонанс у моей аудитории. И это действительно вызвало. Ее теперь Никиткой все называют. И она у меня не живет. Она иногда приходит. Артур, я купил у тебя программу, чтобы не делать по истечении 2-3 месяцев. Когда она закончится? Я хочу потом купить у тебя еще одну. Она будет с другими упражнениями. Если ты купил, например, для зала, и ты хочешь купить в следующий раз для, не знаю, улицы, например, то, естественно, там будут другие упражнения. А если ты купил для зала набор, и если ты хочешь купить для зала сушку, то там будут примерно одни и те же... Примерно. Не совсем такие же упражнения, но примерно одни и те же упражнения. Но будет с разным количеством подходов, с разным количеством повторений и так далее. То есть для сушки. Плюс кардио там будет. Поэтому бери для какой-то другой сферы. Например, если в зале брал, то бери для дома, либо для турников. Скоро летом начинается, поэтому очень круто. Я буду на турниках заниматься. Как научиться много подтягиваться на брусьях? Вообще-то на брусьях отжимаются. Так же, как и подтягиваться. Делай на максимум. С каждой тренировкой пытайся увеличивать хотя бы на одно-два повторения. Любым способом. Просто хоть там с читингом, хоть как угодно. Главное увеличить. О чем ты мечтаешь, к чему стремишься? Я всегда мечтал быть независимым. То есть независимым от работодателей, независимым от каких-то людей, которые постоянно тебя будут там, типа, иди на работу, вставай в 6 часов утра, пили, зарабатывай деньги на стройку, поши там. Вот я стремился, всегда мечтал от этого всего абстрагироваться. И в принципе у меня сейчас получается. Пока я еще работаю в школе, но это ненадолго. Охренеть ты качком стал? Это ты по своей новой программе так тренировался? Да. Ну, больше сказать, не по программе тренировался, а по программе питаюсь. Я питаюсь по той программе, которая есть на сайте. Но тренировки у меня разные, и мне постоянно приходится вам снимать новые видео. И я показываю не только свои тренировки, но еще какие-то другие тренировки, чтобы вам интересно было. Если я буду все время снимать свои тренировки, это будет однообразно и скучно. Сними про то, как ты был подростком, как качался и прочее. Ну, да что там, как я тебе сниму это? Трудно ли монтировать видео? На самом деле, когда ты уже привыкаешь, когда это становится твоей работой, ты там работаешь уже полтора года или два, то это в принципе не трудно. Это легко, но это очень затратно. То есть очень много времени занимает. Можно по 4 часа, по 5 сидеть, монтировать. В зависимости от длины видео. То есть если у тебя влог какой-то 30-минутный, ты там столько будешь его монтировать, и большинство времени, конечно, уходит на просмотр заново. То есть ты смонтировал какую-то часть заново, смотришь там 10 минут, да, потом монтируешь дальше, а потом смотришь весь ролик, и на это уходит очень много времени. Если я сделал все цели на день, и у меня есть немного времени, могу часик-два позаниматься чем-то бесполезным? Да конечно, братан. Надо, конечно, отдыхать. Когда перестанешь качать банки? Я их вообще не качаю. Я качаю их только для видео, когда показываю вам упражнения. Так, у меня в программе тренировок, лично в моей программе тренировок, нет упражнений на бицепсы. Я их не качаю вообще. Единственное, что я делаю, это много подтягиваюсь с весом и так далее, и они растут именно вот из-за этих подтягиваний. Как работать, если у меня только работа, где я учу, только читаю, изучаю и так далее? Я очень устаю, начинаю забывать, что учил с утра. Не понял вопроса. Как работаете, если у меня только работа, где я учу? Чего? Ты учителем, что ли, работаешь? Я тоже учителем работаю. Работай легко. Главное, чтобы это тебе нравилось. Если тебе не нравится, то ищи другую работу. Ты говоришь, что работаешь на выносливость. То есть, как тогда тебе удается сохранять такую форму и улучшать ее в натураху? Так я-то работаю с дополнительным весом на выносливость. То есть, я делаю и обычные со своим весом упражнения. То есть, делаю там 35-40 подтягиваний со своим весом. И также потом начинаю работать с дополнительным весом, там 15-20-25 килограмм. И тем самым, естественно, сохраняется нагрузка на мышцах, и они растут. Ну и обязательно питание, короче. Чем ты больше ешь, тем больше у тебя вырастет. Если ты, конечно, есть не будешь, то... Самое главное, ребят, когда вы качаетесь, это травмировать мышцы. Именно поэтому какая-то определенная прям индивидуальная-индивидуальная тренировка питания, такую невозможно составить на самом деле. Любая программа тренировок, которая, особенно суперсеты, я обожаю суперсеты, они офигенно прокачивают мышцы. Они не только как бы дают тебе прирост массы, но и сжигают лишние жиры, которые у вас есть. И получается польза одна. Сжигаются жиры, и появляется масса, потому что у вас там определенное количество повторений. Это тоже нужно знать. На себе я все проверил, поэтому советую вам покупать программу именно на моем сайте, потому что я уже очень долго тренируюсь и знаю, что как делать. На сушке при дефиците обязательно ли делать кардио? Если да, то как часто? Делаю 6 тренировок в неделю, если обязательно, то чем заменить бег по одному часу? Совсем нет времени на такое длинное кардио. Кардио обязательно делать на сушке. В начале тренировки примерно 40 минут будет достаточно, я думаю. Привет, Артур. Меня интересует вопрос, сколько у тебя было девушек и какая сейчас? Вообще, как я уже говорил, что девушки, типа, они тянут на дно тебя. Если ты чем-то занимаешься, например, либо бизнесмен какой-то, либо какая-то звездная личность, вы заметите, у всех популярных людей, у всяких звезд, ну, обычно девушки с серьезных отношений у них прям нет, чтобы там погоду под батом встречаться, такого нет, потому что девушки отвлекают. Единственное, если у тебя девушка, которая там спортивная, офигенная, и которая будет со мной снимать видосы, вот это круто. Я такой как раз ищу. А сейчас пока что нету. Скучаешь по Сане? Конечно, скучаю, братишка же мой. Переезжать собираешься? Пока что нет. В будущем что планируешь делать? Хочешь стать атлетом МРД? Битка твоя генетика или когда-то была, отстала и накачал? В будущем планирую, ну, как в будущем, в апреле планирую поехать в Москву. Буду у Войтенко, буду у Влада Иса, буду на Сарычев Экспо. И также, возможно, если будет время, то со Шреддером что-нибудь снимем и что-нибудь такое. Короче, будет круто. Хочешь ли стать атлетом МРД? Нет, я хочу быть личностью, индивидуальным человеком. Когда ты становишься, ну, какой-то там, ну, в какую-то организацию входишь, ты становишься просто серой массой, и тебя знают как типа атлеты МРД. А так ты личность, а так-то я Арчо Моррис, а так буду атлетом МРД. Хотя Игорь мне самому первому предложил. Я на тот момент согласился. Он мне два раза посылал свою одежду МРД, ну, типа, чтобы я уже стал как бы в его команде. Он сказал, типа, ты будешь первым атлетом МРД, и послал мне одежду. И, значит, она два раза не пришла из-за того, что там что-то они не оформили декларацию. И потом что-то Игорь мне не отвечал три месяца, либо четыре. Я забил на это, и как бы уже у меня желания нет. Ты встречаешься с Викой, ну, или есть девушка? Нет, я с Викой не встречаюсь. Это моя подруга с детства. В чем твой смысл жизни и какая главная цель? Ну, главная цель, я уже сказал, быть независимым и помогать людям, чем я и занимаюсь. У меня всегда была цель, ну, чтобы какую-то пользу приносить людям. То есть, например, мотивация, либо также дельные советы какие-то по улучшению здоровья, по прокачке и так далее. Это очень крутая цель. Ты на протеине? Да, конечно, он там стоит. Как избавиться от плохой привычки? У тебя есть плохие привычки? Как избавиться? Ну, разные привычки есть же. Раньше я был задротом, капец, вот это плохая привычка. Я там в доту наиграл около четырех тысяч часов. Я три года играл, каждый день там примерно по пять, по шесть часов. Это просто жесть была. И вот как появился канал, я сразу же удалил доту и стал снимать видосы. И теперь я снимаю целыми днями видосы. И это гораздо лучшая привычка, чем задротство. Что лучше, турник или зал? Смотря для чего. Турник это очень свежий воздух, приятно, солнышко, загораешь и так далее. А зал это, ну, как бы больше возможностей, больше, как бы, способностей накачать мышцы и так далее. Можно ли с одной гантелей прокачать все тело и заниматься с одной гантелей? Не, не, ну, такое себе. Как можно накачать спину и плечи дома? Посмотри обучалки на моем канале. Коняли. Привет, ты что-то говорил про программу тренировок на турниках и брусьях бесплатную. Когда она выйдет? Ну, вот поближе к лету, когда тепло будет, снимем для вас спокойно. А пока что смотрите на сайте, офигенные суперсеты, и лучше этого вы ничего не найдете. Твои программы тренировок одинаковые или для каждого индивидуально? Смотрите, что там получается. Там получается программа тренировок для зала, для дома, для улицы. Как для сушки, для всех вот этих, для зал, для дома, для улицы, так и для набора массы. Это я считаю индивидуально, ты можешь выбрать любую, какая тебе нужна. Как я и сказал, в программе тренировок очень важно, чтобы травм... Как сказать? Трамвозность мышц, короче. Ну, то, чтобы мышцы, короче, травмировались. И вот это самое важное. А прям, ну, невозможно составить прям индивидуальную программу. Индивидуальную программу тренировок может составить, если у человека какие-то там, ну, например, сколиоз, либо что-то такое. Вот тогда составляется прям индивидуальная программа тренировок. Под него, чтобы не было никакой нагрузки на позвоночник и так далее Если у вас все в порядке со здоровьем, покупайте обычную программу А вот питание, питание очень важно Оно должно быть индивидуальным Если оно не будет индивидуальным, то никакого толка тренировок не будет Поэтому, естественно, на моем сайте индивидуальная программа тренировок Там все расписано, как нужно их составлять И есть план, вот эта табличка сама И вы тупо подставляете свои данные, рацион питания И сами там за 5 минут буквально составляете себе вот эту программу питания Индивидуально Вот это очень важно Сколько кг гантеля на бицепс берешь? Я с гантелями почти не качаю бицепсы Я вообще их не качаю Я делаю, ну как делаю? Я делал на скамье Скотта со штангой 45 кг Со штангой, ну рабочий вес Где-то на 6 повторений Размер руки без напряга Кто меряет руки без напряга? В чем прикол? Ты когда-либо занимался командными видами спорта? Что о них думаешь? Я футболом занимался очень много времени У меня там медали висят Думаю, что это круто Главное не травмироваться А то будешь потом сидеть, как я Со сломанной коленкой, блин Она не сломана, она вывернута Можно ли делать функционал 5-6 раз в неделю? Да не, лучше отдыхать Потому что слишком часто тренироваться плохо Перетрен будет и все Сколько времени ты качался на турнике? А сколько в зале? Я качаюсь до сих пор Ну, сложно сказать, посчитать Потому что на турнике-бросях я качаюсь Когда тепло, да? То есть, когда лето там Хотя бы температура плюс 15 есть Ну, лето, весна, да? Осень, поздняя осень Где-нибудь, наверное, ранняя весна А, да, что-нибудь такое, короче Ну, сейчас ты, конечно, ранней весной не покачаешься Вот снег сойдет Мы начнем качаться Там плюс 10 хотя бы будет И поздней осенью тоже Не знаю, сколько там бывает у нас Ну, плюс, наверное, 10 бывает Ну, в курточках можно тоже А вот летом Ой, точнее А вот зимой мы обязательно, естественно, в зал ходим Потому что не хочется болеть Когда на улице занимаешься Какой у тебя объем груди? Не знаю Ну, грудак у меня здоровый Как относишься к курящим девушкам? Максимально негативно Я даже с такими не общаюсь Как мотивировать себя? Мотивировать себя Ты должен стать ходячей мотивацией А как это сделать? Это нужно сделать просто тем Что ты превзойдешь свои страхи Свои неудачи Свою лень и все такое И ты начнешь заниматься, например, в качалке Даже если тебе не хочется Ты должен идти И когда ты перебарываешь У тебя происходит привыкание К вот такому образу жизни И ты становишься ходячей мотивацией Потому что все люди будут Брать с тебя пример И так далее Так Занимался ли ты тяжелой атлетикой Или хотел бы? Тяжелая атлетика Это такое себе Потому что Это довольно травмоопасная вещь Не особо Потому что травмируешь Порвешь бицепс какой-нибудь Либо грудную мышцу Потом всю жизнь будешь мучиться с этим Как мотивировать себя Я уже сказал Из какого ты города, Артур Если не секрет Нарва Нарва, это Эстония Когда приходит программа при заказе Почему ничего не написано Она Как ты покупаешь программу на сайте Она приходит тебе на почту Все очень просто Сразу же Как ты относишься Что уезжал Саня Ну Как относиться Это его выбор Ему нужно деньги зарабатывать Он поехал работать Как я отношусь Положительно Молодец Хотел бы выступать в Мэнс Физик И быть фитнес моделью В Мэнс Физик Не хотел бы выступать Потому что Особенно в Эстонии Это ничего не дает Никаких денег там не заработаешь А будешь наоборот Вкладываться И фитнес моделью Ну я думаю Хотелось бы Типа как Джефф Сайт Либо там Кто-нибудь Не знаю Дэвид Лэй Ну вот такими Хотел бы атлетом Джим Шарк стать Вот Кем бы я хотел Это атлетом Джим Шарк стать Блин Почему так сложно произносить Джим Шарк Джим Шарк Ну вот Это было бы круто Потому что Это такая Прям уже знаете Зарекомендованная организация Где крутые атлеты Вот Попасть бы туда Идеально было Почему ты не ездишь на машине Потому что Я ее продал Будет отдельное видео Об этом Артур Нравится ли тебе Вика Пусть это останется секретом Спасибо большое за внимание Друзья Все вопросы 106 вопросов Почти на все ответил Спасибо что посмотрели это видео Подписывайтесь на мой инстаграм Арчо Морис Вот мой инстаграм Арчо Морис Если вы будете подписываться То мы будем почаще делать ответы на вопросы Я буду спрашивать у вас Вы будете писать свои вопросы Я буду отвечать на них В виде видео А так Спасибо большое Подпишитесь на канал Поставь лайк Увидимся в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok